Вы знаете, об Аскольдове я всегда думаю с волнением. Эта фигура особая. Она, с одной стороны, абсолютно победная, с другой стороны, классически драматическая. Драматична его судьба. Победны его серьезные дела. Я с ним познакомился очень давно, еще в 59-м году, когда он блистательный, респектабельный, красивый, подтянутый. Приехал как референт министра культуры Фурцевой, члена Политбюро, как блистательный преуспевающий чиновник вместе с главным редактором Министерства культуры, разобраться в моем спектакле «Якорная площадь» в Ленинградском театре Ренинского комсомола, молодым главным режиссером которого я был. Спектакль вызвал большое неудовольствие. была очень серьезная, отрицательная статья в военной газете «Красная звезда». Спектаклю грозило запрещение. И вот после приезда молодого чиновника, которого я принял очень настороженно, с главным редактором спектакль запрещен не был. Я был удивлен хотя бы тем, что чиновник Министерства культуры в те времена был первым, кто написал о писателе Булгакове, о котором у нас ничего не писали, знаменитые произведения, которые потом с годами стали бестселлером нашей литературы 60-х годов. Это было поразительным. И вот через какое-то время он бросает свою карьеру, которая началась так великолепно, обещала столько много, и становится кинорежиссером. Становится кинорежиссером и выбирает писателя Гроссмана. Рассказ «Дело было в Бердичеве» и пишет сценарий «Комиссар». Надо сказать, что я сначала отказался от этой роли. Я был болен, мне прислали сценарий, я прочитал. И мне не нравится вот это направление изображения людей еврейской национальности в мировой кинематографии. Мне не понравилась картина «Магазин на площади», которая получила «Оскара», потому что это какое-то такое изображение евреев. Как бы есть люди, а есть евреи. Какой-то соцреализм для евреев, я бы сказал сюсюреализм для евреев. Какое-то негласное, сепаратное соглашение между антисемитами и сионистами. Какой еврей хороший, какой еврей он называет на скрипке, какой еврей он пацифист. Эти евреи всех устраивали. Ведь, если честно говорить о классическом антисемита, все друзья евреи. Поэтому это вот тот еврей, который друг антисемита. Такой хороший еврей. И я сказал, что я в этом деле участвовать не хочу. И однажды, будучи на юбилее, посвященном двухлетию со дня смерти такого поэта нашего Михаила Светлова, вдруг подумал, а если бы эту роль сыграть имени этого еврея, имени такого сына земли, в чем-то бражника, в чем-то любителя женщин, любителя жизни, страстно живущего, всеми любимого, очаровательного, и в то же время такого живого. И я позвонил Аскольдову и спросил, «Ты утвердил актерного магазинника?» Он говорит, «Да». Я спросил, кого он мне назвал фамилию. Я подумал, не страшно. Я говорю, «Ты проводишь еще пробы?» Он говорит, «Да, ищу Мария». Я говорю, «Можно подыграть?» Он говорит, «Ты хочешь играть?» Я говорю, «Можно подыграть?» И вот тут мы с ним обо всем договорились. Он меня глубоко понял. Картину снимать ему было очень трудно. На картину многие играли, многие, так сказать, ее поддерживали, ибо тема эта поддержана в мире. Люди хотели хорошего отношения международных кинематографистов и так далее. Но первый донос, который был написан на картину, был донос нашего консультанта Рэбе Московской синагоги. Он написал, что собрались эти семьи Шукшин, Мордюкова и Быкова и издеваются над образами евреев. Это письмо пришло в Московский комитет партии. Была страшная паника. Я попросил Аскольного, чтобы он мне дал возможность поговорить с этим Рэбе, и спросил, вот мне все время партийные органы указывают, как играть евреи. Теперь мне будет указывать Московская синагога. Что вас не устраивает? Он говорит, почему вы играете такого грязного еврея? Что евреи такие грязные? И я его спросил, а кто вам сказал, что я играю еврея? А что, играя Гамлета, я должен играть датчанина? Что это за признак человеческий? Я играю отца, семерых детей, времен гражданской войны. Бани не работают, парикмахерские на каждом углу не открыты, мыло-дефицит. Откуда может быть он такой чистенький? И потом, что вы понимаете в том, что я играю? Вы видите кирпичи, кадры. А что я сложу из кирпича? Какой храм? Надо сказать, что когда вышла картина, праздновалось какой-то праздник на студии Горького, где она сначала делалась, и этот человек бросился ко мне, попытался мне поцеловать руку, что я, конечно, не позволил, и стал кричать, вашим именем будет названа главная площадь в Израиле. Вы знаете, не назвали. Потому что все-таки я нарушил вот эту традицию, изображение еврея, чтобы евреям не пахло. Я слышал такую легенду, что когда в Голливуде был написан первый образ еврея, так сказать, продюсер даже увеличил гонорар сценаристу, но сказал, а играть должен англосакс. Как-то так в мире повелось, что изображая еврея, от евреев хотят избавиться. Я недавно во французском фильме сыграл еврея, меня всему вырезали, и я ездил в Париж озвучать, но из Парижа приехали переозвучить две реплики. Вияк жасировал, как говорят евреи. Мне сказали, вот этого тоже не надо, чтобы даже это, похоже, не было. Аскольдов человек высокой духовной и художественной чести. Он принял это решение. Он пошел на него. Он вместе со мной создал его. Мне хотелось сыграть еврея, которого в жизни не любят, чтобы спеть ему песню, чтобы полюбили, чтобы не было вот этого антагонизма, чудовищного, дикого, средневекового, который есть между нациями вообще. Аскольдов делал эту картину поразительно одиноко. И все, кто поддерживали его, когда картина вышла на параметры выпуска, предали его. И его стали бить. Вы знаете, и нас всех били, но так жестоко не били никого. Его ведь били чиновники, как своего. Как своего, как бы предавшего клан чиновничества. Как предавшего клан вот этих душителей подлинного искусства и подлинной свободы творчества. Его били, как своего. Его убивали. И так много лет. Я помню, когда началась перестройка, то единственный позор, который я помню за времена существования нового секретариата, это то, что новые секретари, которые освобождали картину за картиной, сделали ему замечание и предложили ему переделки в картине. И потрясенный Аскольдов сказал, что если я был бы согласен на переделки, картина бы вышла 21 год назад. Ведь картина могла выйти 21 год назад. Ведь это была бы совершенно другая судьба. Я не знаю человека, большего пострадавшего в нашем искусстве, чем Аскольдов. Он человек несколько фанатический. Он человек несгибаемый. Он человек, который не допустил ни одного компромисса в своей жизни. Он боролся и никогда не сгибался. Столько лет, 21 год после выпуска картины, после того, как она была сделана, она вышла на экран. И после этого не меньше страдания. И вдруг признание мира. Вы знаете, Аскольдов человек, конечно, огромного мужества. Какого-то такого настоящего. Какого-то такого, что в жизни найти место очень трудно. Я не помню компромисса, на который пошел Аскольдов. Таких компромиссов в его жизни не было. Как когда-то говорили Антр Альдер. Все или ничто. Вот это свойственно таким крупным фигурам, таким крупным личностям, как Аскольдов. Он пережил слишком много. Как-то не хочется говорить о нем в смысле сожаления. Не знаю, ему трудно, но у меня он вызывает высокое восхищение, высокое мужество. Таких людей очень немного в жизни. Они говорят, о них пишут. Таковым бывают художественные герои. Таковым бывают лирическое я автора. И если можно говорить о соответствии лирического я автора, то и совести, которая берет на себя художник, то и совести человечества, то оно очень редко совпадает с личностью. Совпадение. Совпадение личности и авторского я. Вот что такое Аскольдов. Он очень талантлив. Он очень образован. И это тоже как-то выводит его за рамки нашей милой, очаровательной, полуграмотной, полуобразованной братья кинематографистов. Он и в этом смысле всерьез выделялся и всерьез ощущался не своим. Очень трудно ему быть своим. я не знаю лично Вендерса. Я не знаю, но я его узнал через его отношение к Аскольдову. Я не знаю лично людей, которые сейчас собрали или собирают деньги на его фильм, но я понимаю, что это люди мне близки, что я заранее им всем друг, если бы они такого пожелали. Я очень хочу успеха этому фильму. Я буду участвовать в любой роли, которую мне предложит Александр Яковлевич. Я думаю, что это будет замечательный фильм. Дай Бог ему только здоровья, только сил. И он найдет их не где-нибудь, он найдет их только в себе. Это человек, который сам из себя представляет самодействующую систему в жизни. Он очень мало отражен от событий, ситуаций, конъюнктуры. Он человек вне конъюнктуры. Я читал сцены и сценарии, которые он написал, они грандиозны, они масштабны. Я мечтал бы, чтобы фильм, который он снимет сейчас, был бы грандиозен. Должен вам сказать, что эти годы со Скольдом потребовали много усилий и от его друзей. Я не знаю, но все, что зависело от меня, в смысле твердого отношения к нему, участие в судах, которые были, были суды, были и доносы у него. И как у нас это бывало в жизни? Да, наверное, везде, как уж начинают бить. то набежит толпа, басню, не помню, били льва, и там кто-то зайчик или кто-то еще говорит, и я его ударил. И вот эти зайчики, которые его ударяли совсем, так сказать, лесным нашим человеческим зверским братством, это была довольно увлекательная история. Я думаю, что книга или фильм автобиографический об Аскольдове имел бы право на существование. Я думаю, что это очень серьезная фигура, особенно сегодня. Особенно сегодня, когда происходит вот эта перемена, которая давно произошла внутри Аскольдова. Он предвосхитил. Он предвосхитил вот ту судьбу, которую пережила сама Россия. Он, как говорится, тот еретик, который привели людей к вере. Тот еретик коммунизма, тот еретик большевизма, который в себе прожил то, что Россия спустя много-много лет пережила целиком как страна, как драма идеи, как трагедия идеи. Ее очень рано пережил Аскольдов в своем творчестве, в своем развитии, в своей судьбе, как серьезной личности, достойное восхищения, уважения. Хочется сказать сожаление, но не выговаривается это слово по отношению к этому очень крупному человеку, к этому очень яркому и необычайно талантливому художнику. Творил он трудно, работал он столько, сколько может бодрствовать человек. Работает он всегда внутри себя, сейчас объездив мир и многое перестрадав я думаю он готов для настоящего шедевра мировой кинематографии. талантливого кинематографии.